29 марта 2017 года в Москве прошла ежегодная конференция Retail 2017 «Горизонты будущего», организованная деловой газетой «Ведомости». Основными вопросами каждой из трех сессий стали новые технологии и их использование в сфере ритейла в российских реалиях. Все чаще потребитель ждет не только омниканальности, но и персонификации в коммуникациях и предложениях, а компании вынуждены конкурировать за его внимание, стремясь сделать процесс покупки все более эмоциональным. С другой стороны, в текущих условиях IT-технологии становятся критически необходимы и для повышения эффективности, хотя зачастую компаниям и не всегда удается полностью раскрыть их потенциал. Технологии, конечно, стали просто частью наших бизнес-процессов. Здесь я абсолютно согласна с тем, что заказчик отстает от технологий, и процессы заказчика, конечно, тоже отстают от технологий. Все есть, пожалуйста, действительно, не знаю, в космосе, в нашем, такое количество информации, которую можно использовать и можно, наверное, преобразовать и успешно сделать какую-нибудь аккуратную таргетированную компанию. Но вот почему-то не всегда получается. Говоря о новейших технологиях, особенно много внимания участниками было уделено интернету вещей, анализу больших данных и виртуальной реальности. В частности, генеральный директор компании Леруа Мерлен отметил, что группа на глобальном уровне разрабатывает стратегию в этих направлениях. Другой процент мы уже видим, например, Омдепо, первый ритейлер Диавой США, 50% инвестиций – это суперчейн и системы. Для меня это ответ, это не кто будет платить, мы будем платить, но это какой размер мы отдаем дигитал, какой размер мы отдаем физические магазины, и да, вернуться к очень большой вопрос. Тем не менее, ритейлеры очень тщательно проводят скрининг стартапов и отбор команд, с которыми можно реализовать пилотные проекты, а в дальнейшем их масштабировать. Подобного сфокусированного подхода в отборе перспективных технологий придерживаются и в Иконике, где в настоящее время, к примеру, тестируют виртуальную примерочную на основе технологии TriFit. Уже есть первые положительные результаты, но пока о таких полноценных результатах говорить рано, потому что, скорее, это даже не результаты, это гипотезы. Мы выявляем эти гипотезы, смотрим, как они могли бы работать, и, соответственно, на следующем этапе мы будем отобранные технологии, как я сказал, которые релевантны нашим целям, мы будем включать в инвестиции будущих периодов. Вот такой у нас подход сегодня. К слову, в сети мебельных гипермаркетов HOF также готовятся к запуску сервиса на базе технологии виртуальной реальности. В целом, участники были солидарны в том, что индустрия ритейла не успевает за развитием технологий, и одну из причин участники видят в инертности самих потребителей, которые состоят из представителей разных поколений. Если для старшего поколения офлайн-ритейл это наиболее предпочтительный формат, то развитие в компаниях новых технологий и онлайн-площадок позволит удерживать интерес молодого поколения. Редактор субтитров А.Семкин